Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули. Сегодня будем готовить вкуснейшую закуску. Насыщенную, нежную и очень-очень вкусную. Вот так красиво и нарядно смотрится на столе. Для начала подготовим фарш из куриных грудок. Всего у меня 800 граммов куриного филе. Нарезаю кусочками, подходящими для мясорубки. И также нарежу небольшую луковицу. Мой сегодняшний помощник на кухне. Вот такая кухонная машина Starwind. Спонсор сегодняшнего нашего видео. Кухонная машина 3 в 1. Это и мясорубка, и планетарный миксер, и блендер. Так что в итоге очень экономит место на кухне. Очень удобная вещь. Я установила мясорубку. Прокручиваю мясо, куриное филе попеременно с луком через среднюю решетку. К фаршу добавляю 2 столовые ложки с приличным верхом сметаны. 50 мл соевого соуса. Мне очень нравится вкус, но в принципе можно и без него обойтись. 3 яйца. Солим, учитывая, что соевый соус тоже солёный. Добавляем сушёный чеснок и паприку. И 2-3 столовые ложки манной крупы. Всё очень хорошенько вымешиваем. Я воспользуюсь кухонной машиной, установив лопатку для перемешивания. Переходим к плите. На сковородку наливаем немного растительного масла, разогреваем её. И выкладываем 3 столовые ложки фарша. Тоненько распределяем по всей поверхности сковороды. Огонь средний. Накрывать крышкой не нужно. Как только блинчик мясной поджарился, с другой стороны стал румяным, переворачиваем. Пару минут с другой стороны и готово. Так проделываем со всем фаршем. Всего у меня получилось 6 мясных блинчиков диаметром примерно 17-18 см. Теперь приступаем к соусу, к тому, чем мы будем смазывать мясные блинчики. Одну небольшую луковицу я нарезала помельче и обжариваю её на растительном масле. Добавляю одну натертую морковь. И обжариваю вместе ещё 4-5 минуток до полной мягкости лука и моркови. 3 отварных яйца натираем на крупной тёрке. В чашу блендера кладём 2 плавленых сырка. Можно взять с какими-нибудь вкусами сырки. И вливаем 150 мл горячего молока. Можно сначала 100 мл влить. Посмотреть, какой получился по густоте соус. И при необходимости добавить ещё молока. Вот такой в итоге получается сырно-сливочный соус. Добавляем обжаренный лук с морковью. Натёртые яйца. Пару зубчиков чеснока, выдавленных через пресс. Подсаливаем и добавляем чёрный молотый перец. Всё хорошенько перемешиваем. Вот такой в итоге получается вкуснейший соус. Чтобы куриные блинчики были ровными, так будет красивее в итоге смотреться сам тортик, я их подрублю с помощью кольца. Выставила около 16 см в диаметр. Краешки убираем. За краешки не волнуйтесь, очень быстро они исчезли. Собираем закусочный торт. На куриный блинчик кладём 2 столовые ложки соуса. Разравниваем. Следующий блинчик. Вновь соус, ну и так далее. Последний блинчик я не смазываю. Я его смажу перед подачей сметаной. Накрою и поставлю в холодильник часа на 2. Снимаю кольцо. Можно оставить и в таком виде тортик. Очень тоже симпатично смотрится. Просто посыпать, например, свежей зеленью. Но я хочу ещё сверху смазать немного сметаной. Посыпаю рубленной петрушкой. И можно подавать на стол. Хорошо держит форму, хорошо режется на кусочки. Сам получается невероятно вкусным. Очень сочные, упругие блинчики. Нежный сливочно-сырный крем. Ну и всё вместе настоящее наслаждение. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока. Увидимся.